Жокер-шоу Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер! 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 А сегодня она в жюри. Диджей радиостанции Hit FM Александра Бакова. Я скажу, а скажу по-другому, если... Как? Ярославская. Ярославская. Ну, скажи сама, ты же диджей Hit FM. В самом деле. Саша, как дела? Хорошо. Очень всех рады видеть вас. Рада вас. Тоже рада видеть. Спасибо. А, это тебе сейчас. Это конкретно я была. Можно спросить, правда говорят, что на Hit FM вы сами придумываете сообщение, которое приходит? Ты понимаешь, что столько людей, которые, может быть, слушают Hit FM. Правда? Тут все четверо, они сидят здесь. Все, кто слушает Hit FM, они все четверо здесь. Максим, который у вас работает, его жена и двое друзей. Они все сегодня пришли. И тут двое друзей, по-моему, не слушают. Даже нас сейчас. Даже Максима. Да, кстати, у нас сегодня еще один диджей Hit FM. Давайте ему тоже поаплодируем. Максим, пристань. Когда-то он был вместе с нами на сцене, но, к сожалению, алкоголь его заставил вернуться в зрительный зал. Аплодисменты Максиму. Очень плохо он жил в зрительный зал. Да. Стас. Давайте... Есть ощущение, что мы скоро тоже туда уйдем. Да. Давайте просто поприветствуем наших приглашенных гостей. Да, давайте поклоним всех. И наших партнеров. Давайте, роль ставни, двери, ворота, компания «Вертикаль». В лице Власова Дениса. Аплодисменты. В лице Власова Дениса. В лице Власова Дениса. Да, Денис сидит за большим столом. Рядом с ним сидит Миша, тоже с компанией «Вертикаль». И я не ошибусь, если скажу, что у него вчера, да, родилась дочь. Аплодисменты, у человека вчера дочь родилась. Это круто. Это круто. Да. Сколько весит? Я не про жену, я про дочь. Сколько весит, ребяток? Он просто врач, у него... Все нормально, как врач. Нормально весит. Хорошо. Видимо, не звонил. С одной гулянки на другую. Так, есть кому отдуваться, да, Миша? Ну, правильно, что ли. Так, кто еще у нас? Музыкальный магазин «Такт» любезно предоставил всю аппаратуру, которую вы здесь вот видите, в которую мы говорим, с которой слышим. Давайте поаплодируем. Если вдруг кому-то нужна музыкальная аппаратура, очень низкие цены и очень отличные качества в магазине «Такт». Качество, видите, в микрофон сломался. Это батарейка. Рекламное агентство «Альфа и Омега» партнер «Джокер Шоу». Постоянный партнер. Здесь отдельные аплодисменты. Давайте погромче поклопаем. Представитель этой компании сегодня Антон Марушенков. Он где-то здесь в зале. Где-то бегает, да? Где-то был. Давайте дальше. Свадебная видеосъемка «Фиеста». «Фиеста». Видеостудия «Фиеста». Аплодисменты. И, кстати, опять Антон представитель. Да, человек работает как мурагиш. Дальше. Скалолазный центр «Свобода». Ивин Алексей. Представитель которого... Здесь ли ты, Алексей? Видимо, улез в горы. Человек опаздал. Я думаю, он придет еще. Успеет. Кстати, отличное место. Недавно мы проводили вечеринку в скалодроме. Если кому-то интересно, мы хотим пустить это на поток и скоро еще будем делать. На самом деле, народу было немного, но всем очень понравилось. Поэтому я еще раз всех приглашаю в будущем в скалодром «Свобода». Конкретно на вечеринку «Джокер-шоу». Мы делаем прикольную штуку. Приходите, вам понравится. Мы делаем прикольную штуку. Прикольную штуку. Люди засыпают. Давай быстрее. Креативное агентство «Джокер». Свадьбы, банкеты, корпоративы. Наши спонсоры генеральные. Аплодисменты. Аплодисменты, Крек. Давайте поклопаем. Давайте немного. Жарче, здесь будет, тем лучше. Если не мы вас разогреем, хотя бы вы себя разогрите. Кто-то еще у нас остался? Нет, все. Давайте я пойду готовиться. Ты пойдешь готовиться. Я пошел готовиться. Стас пошел готовиться и пошел готовиться неспроста. Итак, как мы уже сказали, сегодня у нас будет 7 «Джокеров». И первая Екатерина Денишкина. Аплодисменты. Попрошу пройти за наш великолепный экран. Громче, громче аплодисменты. Сейчас. Сейчас. Сейчас Екатерине объяснят, что ей нужно будет делать в первом номере. А я вам расскажу, что, собственно, за первый номер будет на нашей сцене. Для всех, кто не может склеить девушку, которая ему нравится. Для всех, кто потерял последнюю надежду с кем-то познакомиться. Существует пикап-студия «Последний шанс». И сегодня они выходят на эту сцену, чтобы в очередной раз кого-то научить соблазну. Ваши аплодисменты, наша музыка. Поехали. Пикап-студия «Последний шанс». Давай. Пикап-студия «Последний шанс». Мы каждое шоу учим, как парней, как правильно клеить девчонечки. Сегодня будет исключение. Мы будем учить девушку, как правильно клеить парней. Понимаешь, да? Ну, давай сначала разберемся с твоим именем. Как тебя зовут? Екатерина. Давай, для того, чтобы склеить парня, тебе нужно сексуально говорить свое имя. Давай попробуем. Екатерина. Ну, еще еще. Екатерина. Не тихо, а сексуально. А, тихо и сексуально это... Екатерина. Давай, давай так. Ты еще раз повторяешь, только сначала говоришь «Алло, вас слушает Екатерина». Ладно, извините. Ладно, пойдем. А, Екатерин, для того, чтобы мы тебя научили, тебе нужен партнер, правильно, на ком учиться? И это будет Митяй. Митяй, тебе сегодня повезло. Ты сегодня не одеваешь парик, ты будешь мужчиной. Значит, Екатерин, ну, так как я тебя буду учить, поэтому парик нужен мне. Поддержи микрофон. Как вас зовут? Екатерин. Значит, я девушка. Я красивая девушка? Ладно, потом об этом поговорим. Екатерин, смотри. Ну, первый парень — это Митяй. Предположим, что он тебе понравился. Как ты будешь обращать его внимание на себя? Покажи нам. Действуй. Я согласен. Ну, да, просто я сейчас объясню, Митяй не лучший пример. У него уже девушки полтора года не было, хватит. Он охватка крепкая, но у него и руки накачаны. Ладно. Из-за того, что девушки полтора года не было. Все, хватит пошлости. Смотри, Екатерин, мы сейчас тебе будем показывать разновидности парней, а ты будешь показывать нам, как ты будешь привлекать их внимание. Хорошо? Итак, первый вид парня, точнее, мужчины — это дорогой такой бизнесмен. Такой с деньгами. Вот, Митяй в представлении бизнесмен, ну, так выглядит. Ну, вот, представь, это бизнесмен. Давай, покажи, как ты. Я тебя научу, не переживай. Я сейчас, смотри, тут такая ситуация, ну, как-то у тебя сейчас не получилось. Я тебе сейчас объясню, понимаешь, бизнес, он, это всегда связи, понимаешь? Поэтому смотри, как нужно. Алло, здравствуйте, я от Сергея Петровича. От Сергея Петровича? И какие рекомендации от Сергея Петровича? Ну, Сергей Петрович не жалуется. Да, давайте вас угощу, чем-нибудь. Видите? Он сразу мной заинтересовался. Давайте теперь вы подходите, называйте какого-то известного человека и попробуем. Давайте. Микрофон будет. Давайте поаплодируем на нас, стесняется-то. Добрый день. Здравствуйте. Я от Андрея Попереченка. А можно от Сергея Петровича? Так, ладно. Такая ситуация. Нет, это просто нужно было другого человека назвать. От Андрея Попереченка мало, что хорошего приходит. Ладно. А давайте, следующий, следующий вид мужчины, да? Это дискотека, там, баджет, предположим, да? И этот парень на дискотеке в клубе. Вот как ты к такому будешь парню? Давай. Подходи, подходи. Это клуб, танцуй. Еще. Ну, зажги этот зал. Так, давай, отойди немножечко. Видишь, не получается немного у тебя привлечь его внимание. Здесь нужно, чтобы ты, как бы, превозвысила его, понимаешь? Чтобы он в самооценке поднялся. Ты должна танцевать хуже, чем он. Смотри, я тебе сейчас покажу, а ты просто потом повторишь. Поехали. Все, все танцуют босиком на песке. Видишь, все, у меня есть вечер, будет теперь танцевать только со мной. Но у тебя есть шансы. Да, давай, покажи. Только очень плохо танцуй. Очень плохо. Поехали. Музыку можно? Еще хуже давай! Да, он, он, по-моему, простой. Ему понравилось. Ну, ты потом с ним уйдешь, если захочешь. Так, сейчас давай по номеру пробежимся. Идем дальше. Следующий вид мужчин. Ну, убежал. Следующий вид мужчины – ботаник. Сейчас очень много ботаников. Давай, попробуй подойти. Это ботаник. Он тебе понравился. Подходишь. Нет, ты очень красива, но здесь не в этом дело, понимаешь? Ботаники боятся женщин. И в их очках нужно появляться постепенно. Я тебе сейчас покажу, как. Смотри. Здрасте. 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 А вы знаете, что Наполеон специально проиграл битву при Бородино? Ну, что это вы ныкаете? А ты знаешь, что сексистинская капелла была построена в 1812 году? А ты знаешь, что сексизм – это… Тут главное не переборщить. Потому что просто дальше он тебе нужен уже не будет, понимаешь? Он идет домой купаться. Идем дальше. Следующий вид мужчины – это вот такой мужчина. Сейчас таких много. Ну, предположим, что он тебе понравился, или ты его хочешь переделать. В общем, как-то обрати его внимание на себя. Давай. Действуй. До свидания, милочка. Гнусавый гей у нас. Смотри, здесь на самом деле очень все просто. На самом деле очень все просто. Я тебе сейчас покажу, а ты повторишь. Хорошо? Привет. Привет. Поняла? Пробуй, пробуй. Надо как-то выходить из ситуации. Привет. Хорошо, молодец. Хорошо справилась. Давайте поаплодируем. Ну, раз мы взяли нестандартную ситуацию, тогда возьмем и вторую нестандартную ситуацию. Она тебе понравилась. Ну да, все бывает. Нет. Я очень редко шучу. Давай, попробуй. Она тебе понравилась. Ну, давай, подходи к ней. Ближе, ближе, подойди. Ну, ближе. Ну, поцелуйтесь. Ну, что вы. Мечта мужчины будет сейчас. Давай. Так, ладно, все. На самом деле, на самом деле, я хочу тебе сказать так, что ты и так красивая очень девушка. И все мужчины должны сами к тебе подходить, а не чтобы ты обращала их внимание на себя. Аплодисменты. Аплодисменты. Но наши уроки все равно нужно запомнить. Всем спасибо. Это ДК в студию. Последний шанс. Не уходим со сцены. Вам подарочки от нашего партнера. Ильббатэ, наш партнер. Давайте поаплодируем этому. Давайте сейчас вместе с тобой мы узнаем, что скажет про наш номер жюри. И тогда пойдешь. Так, раз. Понравилось. Понравилось. Все, Саш, можешь уже не поднимать. Ну, давайте, наконец-то, первый номер выиграли. 1-0 позже шоу. Давайте, аплодисменты, друзья. Давай я вас провожу. Ну, что ж, дорогие друзья. Сейчас Стас посмотрит, кого следующим нам нужно, следующего джокера, кого вызвать. И объяснить вам правила следующего номера. А я пока немного информации вам сообщу. Как вы знаете, те, кто у нас не в первый раз, у нас всегда между номерами музыкальные паузы. И на первом шоу, да и частично на всех остальных, можно пригласить сюда Тимофееву Юлию. Тимофееву Юлию, ваши аплодисменты ей. Проходим. Для следующего номера, сейчас ребята вам объяснят, что надо делать. А я продолжу. Все время у нас между номерами музыкальные паузы. В исполнении частично или полностью группы «Розовый воблок». Кто знает, может похлопать. Кто не знает, теперь вы можете похлопать. А теперь все здесь, давайте похлопать, потому что... Потому что звука, смотрите на меня иногда, потому что «Розовый воблок» 5 лет исполнил с 1 августа. Представляете себе? Из таких вот головастиков уже такие нормальные воблёхи получились. Одной, правда, сегодня нет, но тем не менее мы её заменим и исполним в эту музыкальную паузу самую любимую нашу песню, которую мы пели уже где только не пели. Под ваши аплодисменты группу «Розовый воблок» в обновленном составе. Песня «Самочка самец». Кто знает, подпевайте. Поехали, ребята. Эта песня посвящается всем самым сладким и симпатичным, девчонкам. Звук громче сделает мне на то. Мы настолько сладкие, что после исполнения этой песни можно пить чай без сахара. Свет на Саушкина вырубили опять, И ты не веришь, и пойду гулять. Но я в одну ночь не хочу быть один. Не хочу никак. У кошки есть кот, у собаки есть пёс, у дельфинихи дельфин, и только я один, и только я один. Самочка самец, самочка самец. Я хочу быть с тобой. Ой, 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 я хочу быть с тобой. Ой, 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 я хочу быть с тобой, ведь я very beautiful boy. Я в руки возьму свой телефон, с тобой меня сблизит только он. Ведь я в эту ночь не хочу быть один, и только я один, и только я один. Самочка самец, самочка самец. 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 Самочка-самец Ну что ж, друзья, мы продолжаем И у нас второй номер Под ваши аплодисменты Мы выходим Под ваши аплодисменты они выходят Мы слышим аплодисменты Я объясню сейчас, что за номер Номер называется Battle И тебя как зовут? Юля И ты должна будешь сразиться с одним из наших резидентов Но оставшиеся тебе будут помогать Митей, пожалуйста, выйди сюда Вот так, сегодня резидентов трое Сегодня резидентов трое Ты должна выбрать, с кем ты будешь сражаться Это Денис, это Станислав и Митяй Дмитрий по-другому Митяй Кого ты выбираешь себе на батл? Меня Возьмите тогда Возьмите тогда сценарий Объясню правила Я сейчас быстро накидаю Баттл будет состоять из трех частей Первая часть это актерское мастерство Все, теперь ведущие Наверное, мы с тобой батлимся Давай, мы с тобой батлимся Остановись туда Мы тебе будем помогать с Денисом по поверь возможности Итак, первый у нас актерский батл Актерский батл Давай начнем, наверное, с приглашенного гостя Так что будет показывать человек? Есть идеи? Давай, что-нибудь покажет она? Отлично вообще Ну не знаю, давай Брюнетка покажет блондинку Блондинка у нас была на прошлом шоу Давайте, знаете как Водитель маршрутки пришел домой Вот обычная его жизнь Вот такого водителя маршрутки Который припарковал свою газель Такой вышел спокойно, пошел домой Ты помогаешь сейчас актерку ей? А там уже нас ждет Жена Я думаю, мы хотим, чтобы Стас проиграл Поэтому давай, чтобы не попроще Да, водитель маршрутки Да Микрофон Итак, водитель маршрутки под ваши аплодисменты Пришел домой В исполнении нашего Джокера Давайте посмотрим Как он выглядит? Давай, вперед Дорогая Есть хочу Ну я сейчас все принесу тебе Что? Что хочешь кушать? Что хочешь? Почему водитель маршрутки? Мясо хочу Мясо хочешь? Я тебе как раз в виде руля приготовила Можешь вот так вот ударить, бейб будет На, кушай Еще что хочешь принесу тебе? Пить хочу Пить вино Ты же водитель маршрутки, ты же пьешь вино Да Еще что хочешь? За проезд хочешь передам тебе? Хочешь? Хочешь, я выйду и дверью не буду клопать, когда буду уходить Что хочешь еще? Поставь, пожалуйста, в окно бутылку, чтобы было Бутылку хочешь поставлю так, чтобы прохладненько было? Да Отлично, водитель маршрутки, по-моему, да? Ваш аплодисменты, друзья Да Теперь я буду смотреть на водителя маршрутки и представлять Не приставать? По правилу оговорочка, да? Ну давай приставай Так, давай сейчас Стасу выглянем что-нибудь Давай Давай Стас нас покажет Кобру 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 Почему Кобру? Целиком или какую-то отдельную часть? Нет, ну давай Ну давай я кого-нибудь не обучу, есть какие-нибудь варианты? Какую Кобру? Очковую Очковую А, ну скажи, очковую Не боишься, Стас? Если боишься, то очковую покажем Нет, пусть будет очковая, то есть Кобру не традиционной ориентации Кобра Что, да? Кобра не традиционная Кобра гей? Кобра гей Кобра гей Кобра гей Ну это стандартное Которая ищет себе жертву В смысле жертву В смысле жертву гей Ушались Чтобы ушались Кобра гей Кобра гей Кобра гей Кобра гей Кобра гей Кобра гей Острый язычок где? Кобра гей Мы сейчас решим, кто бы лучше Нет, чем сейчас Потом По мне Стас хуже показал Стас хуже был, однозначно Такой водитель маршрутки здесь был Вас только не Кобра гей Язычок Кобры даже не выручил Ты как? Согласитесь? Ну что, переходим ко второй части? Ко второй части переходим Это что у нас такое? Это блиц по-моему Блиц-опрос, да? Да Для этого нам понадобится стул Ребята-помощники Стул Стул дайте нам Ребят-помощники Пошли купаться по-моему Что такое блиц-опрос? Мы быстро задаем вопросы Сначала наш замечательный Джокер Ответит на эти вопросы А потом наш замечательный Стас Ответит на эти вопросы О, сколько микрофонов Какие все любезные Был бы парень Хрен бы кто подошел Но в этот раз, конечно же Мы дадим микрофон Итак Нужно отвечать быстро Не задумываясь В полной тишине Давайте сейчас Вот сейчас поклопаем И поехали Просто быстро отвечаем Не задумываясь Большие сады, а малые Не думай, не думай Просто первое, что прикрепить было прям Сады Сады Вот так вот мы не задумываемся Я представляю, что будет, если мы задумаемся Я думаю, послезавтра мы закончим Были запрос Быстро вообще Прям вот можем Микрофон сразу держать После буб Замечательный Откуда течет Кутум? Из Волги Где собака зарыта? Во дворе Из чего готовят наггетсы? Из курицы Где живет Кирилл? На этажом выше На этажом выше? Чему учит сказка Колобок? Не есть Аплодисменты здесь громкие, мне кажется Аплодисменты здесь громкие, мне кажется Как минимум все кто сейчас на диете должны похлопать Если детей приносит аист, то кончиту вюрст принес Киркор Черт принес Отличный ответ Сергей Зверев Сергей Зверев принес Зачем кроликам хвост? Махать Самая опасная профессия? Летчик Атос, Партос, Арамис и Тартаньян Кого не хватает? Констанция А вы засморчивы? Да вы известны! Насколько быстро мы смогли мы сделали? Если бы мы засекали время, я думаю, мы бы проиграли здесь Стас, твоя очередь Итак, Станислав, ты готов, да? Я, да Вот ты понял Я, да Надо отвечать быстро, не задумываясь Собственно, как ты всегда это делаешь Поехали? Поехали? Поехали Поехали, вот, все правильно Именно так и надо отвечать Великий вулкан Исландии Кляк-ляк-люк-люто Самый безобидный зверек? Кобра-гей Лучший игрок в сборной России по футболу? Нет такого, пропал, исчез Уменьшить поваскательное от слова еврей? Еврюшка Продолжите логический ряд Тополь, Волк, Панама? Фа-ля-лет Папарит? Панама-сити, наверное Да, сити, да Пожалуйста Любимая фраза Билана? Би-ле-и-и-ми Лучший французский легкоатлет? Весь люк лохмодов Откуда он? С Парижу Чем прославился Шрам? Убил маленького львенка Что в сумке у белоснежки? Яйца За продуктами пошла Да, на продуктами шла Чем отличается полтергейст от яичницы? Названием Какие песни у Татьяны Аксиенко? Хреновые Напойте гимн Нигерии Их ля шлема наш дур-тур-тур и хох Как кричат зайцы? Какая песня стоит на звонке у Путина? Россия Ту-дун-ту-дун Это эсэмска А на звонке? А на звонке? Россия священная наша держава А что вы видите, если почистить городской пляж? Не будет пляжа, там же мусор Что у пьяного на языке, то у бывшей? На телефоне Почему у Лепса всегда только рюмка на столе? Потому что он алкаш Что Саша Грей будет говорить внукам? Не смотрите фильмы и интернет Что сказал Наполеон, отступая из Москвы? Тут холодно Чего не хватает астраханским медикам? Образование Почему в школах нет бронзовых медалей? Потому что они очень дорогие Как узнать сколько дерев в копилке? Надо вот так вот потрясти И наконец Чем полоскогубцы отличаются от пассатижи? Ну там на пассатижах можно резать железки А на полоскогубцах нет Вот так вот, дурацкий вопрос Ответы на дурацкие вопросы Стерки из тех, кто составляли эти вопросы Ой боже мой Ну на самом деле Я придумал, что будет гореть Саша Грей Ты все еще думаешь об этом? Она вот так будет детям говорить Не смотри мне на грудь Зря я сказал Ладно, забудьте Идем дальше Третий шест Расскажи мне, что за третий шест Ну поиграем в игру Всем известно У меня хуже У меня хуже То есть Вы начинаете свое словесное предложение С фразы У меня хуже Нет У меня настолько плохое У меня настолько плохое Образование Что сегодня будет у нас? Образование Ну давай, тогда ты сюда Будешь подсказывать Наверное, начнем с нашего джокера Замечательного Под ваши аплодисменты Последняя часть этого конкурса Давайте со Стаса начнем Итак, Стас Ты понял, что надо делать? Да Поехали Так У меня настолько плохое Образование Что У меня даже Трудовик Когда хотел повеситься Не было табуретки У тебя кроме этого примета Больше ничего не было? Это в школе По-настоящему так было А может быть Мне надо даже подсказывать, а? Ну Прошу А надо подсказывать Какое? У меня настолько плохое образование Что я даже на Олимпиаде по математике Полынула Это не тебе подсказывал Может не хлопать? Да, можно не тебя не хлопать Давай по-своему Что ты сейчас скажешь? У меня настолько плохое Образование Что Я сдал ЕГЭ на 100 баллов То есть Ты не станешь? Да, я с Дагестан Вот такие шутки, да? У нас сегодня Мы не собираемся Дай фонусы выигрывать Я так понимаю Может ты тоже поможешь? У меня настолько плохое образование Что я до сих пор Могу запомнить таблицу умножения Во Во У меня настолько плохое образование Что мне без разницы Как пишется Йогурт или жениться Ольга Тут просто в зале сегодня присутствует Жена Астаса Ты понимаешь Что в один прекрасный момент Он мог сделать предложение йогурту Просто сейчас ходил бы с йогуртом Я посадил бы на стул За семнадцатый год Спрашивай меня Мне У меня настолько плохое образование Что я даже в институт не поступила Это настолько плохое образование Что я даже в институт не поступила Это про меня, кстати А, кстати И пользуясь случаем Хотелось бы поздравить самого себя С днем физрука Спасибо А, Денису на сколько Как там? Аплодисует У меня настолько плохое образование Что Что оно кожное Пусть здесь в руке его удалить Давайте закончим, наверное Тут что-то не идет у нас сегодня А если только веревка Здесь как раз можно вот так Нормально сейчас Давайте закончим Поаплодируем Нашему замечательному джокеру Джокеру нашему Вручат подарки Отбивочки, пожалуйста Это подарки Не только от ЛКБТ Но и еще от наших друзей Это Любые друзья Я вообще не знаю, что в пакете От наших друзей Это Театр теней Театр теней Театр теней Это игра мафия Давайте поаплодируем Вот они сейчас сидят Отличная игра Были тоже Недавно поиграли Классно Давайте сейчас Вы Сейчас мы убили вот такие пальцы И жюри нам говорит, что этот номер был 2-1 Да, мы проиграли Мы проиграли 1-1, ну ничего Бывает и такое Пойдемте, мы вас проводим Стас, да? Ты? Девочка, мы подъедем Аплодисменты девочке дали Итак, счет 1-1 Светлана, кого мы следующего позовем? Мы позовем Мы позовем следующего Джокера А пока ребята узнают, кто же будет следующим Джокером Я позову сюда ребят, которые поют вместе со мной замечательную песню Посвященную лету, посвященную городскому пляжу Это, так сказать, сегодня презентация у нас будет этой песни Под ваши аплодисменты Валера, Игорь Игорь, ты где? Вот он А на следующем Яцук Александр Аплодисменты Вот это будет интересно И будьте готовы, что если что-то не получится То в голове у кого-то может оказаться кулак С голову, причем кулак Итак Как я уже сказал Ребята, музыканты готовы? Да, наверное Песня посвящается городскому пляжу Новый мост Двадцать минут дороги Нагрелось пиво И очень устали ноги Задолбался и тем с этим огромным арбузом Пробираясь сквозь осколки бутылок и мусор И вот, наконец, увидел я берег Купаются дети А кто там молит свой велик С кавказцами играют в футбол Правил не зная Чужие вещи в округе песком засыпая Осмотрев территорию Место себе выбираю От мешков и от болты Остатков висок очищаю И вот, наконец, я попу свою приземляю Пока шел, обгорел Но мне кофигу, я отдыхаю Наглотавшись зеленой воды Развалюсь на песне Остраданское солнце греет кожу мою Вы такого курорта не встретите больше нигде И пусть здесь не город Но я все равно так в рай Остраданский городской Плеск Плеск Вместо встречи всех астраканцев Здесь даже можно погадаться на банане Отскользнувшись на его бежуре Сок от пива меня отпустила, Закат мельзает в бликах воды и гриба. Люди с уставшими лицами пляж покидают, И только кавказцы по-прежнему в мячик играют. И только я безмятежно лежу на пляжу и не хочу вставать, Потому что мне еще до Куликовой пришла драмом чесать. Так от лавшей зеленой воды развалюсь на песне, Астропольское солнце греет кожу мою. Никакого курорта не встретите больше нигде, И пусть здесь не гуа, но я все равно как в рай. Ваши аплодисменты городскому пляжу. Ну что ж, друзья, мы продолжаем с места аплодисменты. Громче, 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 потому что... Потому что на сцену выходит наш следующий резидент, Александр. Объясню тебе, что за номер. Номер называется «История в деталях». История в деталях. Ты должен будешь придумать историю, Которую покажет нас наш резидент. Ты должен выбрать, с кем ты будешь сражаться. Ну так как я уже был, да, и было не смешно, Давайте меня не будем брать. Давайте, ты выбираешь или Денис, или вот Дмитрий. Дениса, да? Денис, да. Денис, смотри. Денис, объясню вам. Денис сейчас идет в наушники. Он эту историю слышать не будет. Он одевает наушники. Денис, одевай наушники. Ты присаживайся на стул. Давайте поаплодируем еще раз всему этому. Вон, веселые люди, наконец-то. А ты с женой, да? Она тоже к нам выйдет потом, да? Поаплодируй своему мужу, что ли. Вот. И еще вот какой-то кавказец тебе аплодирует. Когда я сказал, поаплодируй ему. Вот, меня пугает. Все, Денис, слушай музыку. Денис, ты нас слышишь? Что, я буду описать правила тогда, да? Да. Смотри, вот. Итак, мы сейчас с тобой вместе придумаем историю. Сначала начнем с персонажа. Выдели любого персонажа, которого хочешь. Шрек. Шрек? Будь-будь Шрек. Шрек, запомнили, да? Шрек. Давайте так, где он? В поликлинике. Шрек в поликлинике. Здорово. А что он там хочет? Что он хочет? Ну, как бы. Он хочет получить салу карточку, не ругается, не дает. Что? Анализ сдает. Шрек сдает анализы? Шрек сдает анализы? Ну, он же в мультике постоянно анализы сдает. Зачем? Нет, давайте, чтобы конфликт какой-то был. Чтобы конфликт, он с кем-то должен там ругаться. Да, ругается, ругается, не может получить свою карточку. Не может получить свою карточку. На регистратуре. Здорово. Мы сейчас историю подведем итог. Шрек, который пришел в больницу, чтобы получить свою карточку и ругается вот с регистратурой. Да? Все. Здорово. Давай я тебе дам микрофон погромче. Я дам физцисток. И сейчас смотри. Сейчас придет там Денис. Он будет отгадывать эту историю. И когда он будет не совпадать, ну, с тем, что ты загадал, он будет дать разные варианты. Если неправильно, будешь свистеть. И Денис сразу будет давать другую версию. Денис! Толките его кто-нибудь там. Иди сюда, иди сюда. Аплодисменты! Так, ну, здравствуй, Денис. Давай начнем с того, что ты слушал. Сначала, короче, голос «О чем я мечты?», но там были паузы, поэтому я попросил поменяться. И, короче, была какая-то прям «Вау!» такая штука. Я не люблю, но чуть не описывался. Ну, в общем, Денис, мы придумали историю. Ну, я догадался. Вместе с Александром мы придумали историю. И тебе надо ее отгадать. Давай начнем с персонажа, наверное. И какие-нибудь варианты сразу. Обама. Это же неправильно, надо свистеть. Золушка. Ква-р... Это точно не слово начинающее с наква. Аршавин. Медведев. Можно было. Можно было, медведев? Так, давайте я себе подскажу, все-таки. У меня какие-то... Пошел куда-то. Так, вот. Так, скажем, ну, медведев технически мог бы быть, если... Змей. Да подожди. Ну, ладно. Если бы у него цвет кожи был другой. Белый медведь. А, медведев? А. Да, да. Какой-то, короче, кофе-аном там, нет? Нет, это, так скажем, мультипуляционный персонаж. С другой кожей. С кожей другого цвета я сам. С кожей другого цвета медведя? Да не медведя! А, человека. Все. Кошки. Рыбы. Зачем вы сами? Он сейчас вздохнется. Что ты делаешь? В учебе физкультуры пришел на собеседнику. Я уже сейчас приседать начну. Так, скажем, давай. У него был друг осел еще. Это не медведев. Это же Стас. И его друг осел. Давай, это Шрек. Шрек, молодец. Ты давно знал, да? Уже? Нет. Так, хорошо, это Шрек. Давай, попрошу, где может быть Шрек. Ну, Шрек может быть в астраханской думе, судя по тому, что происходит в нашем городе. Он болото строит свое. Так, Шрек на пляже. В магните Шрек может быть. Шрек в салоне красоты. Ой, давай, знаешь, что я сделаю? Я тебе прям такую подсказку хорошую дам. Так, скажем, Стас связан немного с этим. Больницы. Красавец. Ну, в поликлинике, короче. В поликлинике. А, может быть, в пароходе? Нет. Ну, в очереди. Конечно же, в очереди. Где сидят какие-нибудь бабушки, да? Нет. А, в регистратуре. Красавчик. В регистратуре. И вот смотри, какая ситуация. Шрек пришел в поликлинику, подошел в регистратуре, но ему не дают свою карточку. И вот, соответственно, он ругается. Понял? Да. Все правильно я рассказал? Александр, все правильно? Все отлично. А сейчас, Александр, сейчас остается на своем месте. Да, Стас возьмет микрофон просто и систочек, да? Микрофон тоже возьмите. Забери тоже. Все. Итак, сейчас, Александр, твоя задача закончилась. Но тебе надо сейчас следить, чтобы мы историю сохранили. А Стас нам будет... Мешать. Мешать, мешать. Слегка. Система такая... Расскажешь систему? Система такая же. Мы будем с Денисом разыгрывать историю. А Стас... А я когда мне не нравится, буду свистеть. И они должны переделать этот вариант. Все, поехали. Итак, Шрек пришел в регистратуру в больнице. Шрек, вот так он, наверное, выглядит. Здравствуйте. Дорогая карточка. Какая карточка? Вот она. Я посмотрю. Вы кто? Что вам нужно, мужчина? Спасибо. Меня назвали мужчиной. Спасибо. Меня просто заметили. Я хочу получить свою карточку. У меня что-то с телом. Я... У меня что-то с ногой. У меня что-то с кожей. Я позеленел. Но я позеленел. Ну хоть свистни, хоть не свистни. Я Шрек, я позеленел. Понимаете? Я ходил вчера на Сотперовскую. На любую другую улицу с девочками. В сауне был. Я был в сауне. Искупался в воде и позеленел после этого. Так, район какой? Район. Болото. Ну, полу-Астрахани, то есть. Точнее, улицу назовите. Плещеево. Бабайка. Отлично. Бабайка. Трусово. Я буду долго перечислять. Вы определитесь? Вы где живете? Я кочевой народ. Шрек-цыган. Так. Адрес есть. Строковой полюс. Строковой полюс. Да. Строковой поезд у меня есть. Строковой поезд. Строковой полюс. Вот так просто, да? Итак, рефамилию? Шрек Васильев. Контуженный. Голубков. Родницкий. Жмыков. Коклюшкин. Констанция. Констанция. Это я просто спел. Я люблю петь, когда вспоминаю фамилию. Рыжиков. Итак, Шрек Рыжиков. А вот что? Васильевич. Адольфович. Отлично. Здорово. Вот ваша карточка. До свидания. Нет, подождите. У меня не было женщины шесть лет. Я простоял в этой очереди не зря. Я простоял в этой очереди зря, мужчина. Я простоял в этой очереди не зря, мужчина. Я пойду. Ну все. Давайте поаплодируем всему, что бы происходит. Поаплодируем Александру. Александр, для начала скажите, история сохранилась? Как вы их заказывали? Практически, да. Практически? Все будет лучше. Аплодисменты Александру, который следил за целостью. Александр, вот вам подарок. Вы сегодня с женой, я думаю, будете обливаться духами. Пить можно. Все. Нет, что ли? Мы что, отдували сами? Отдували жюри. Уважаемые жюри. Вот так. Вот, видел, Стас? О, понравилось. Ну все. Они просто боятся Александра, да? Скажите честно. Аплодисменты. 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 Дорогие друзья, давайте немножечко, немножечко, сейчас с вами чуть-чуть, чуть-чуточку поговорим. Жень, вот у меня тут знакомый сидит. Жень, Жень, как дела у тебя? У нас следующий номер выиграли мы. Жень, как газель? Я объясню, почему я спрашиваю. Этот человек пришел по пригласительному, потому что просто перевез на сцену, представляете? На самом деле, он повозил нас нормально. Давайте поклопаем ему. Увозить его. И увозить тебя, да? Что ж, следующее, да? Да, давайте пригласим Белкину Ольгу. Ой, я тебя знаю. Ольга Белкина, родные сметы. Громче, громче, ребят. Я что, у вас устали ладошкой что-то? Все убежали со степи. Ну что, друзья, лад. У нас там был определенный хит-парад. Он готов? Готов. В следующей музыкальной паузе мы решили не петь, а немного позвоминать, поговорить и посмотреть на экран. Друзья, все вы смотрите рекламу, согласитесь? Давайте поклопаем, кто смотрит рекламу. А теперь давайте поклопаем, кому нравятся песни в рекламах. Вот. И кому-то все-таки театр теней. Театр теней нравится. Они просто видевают себя на мелодии, там что-то берут в театр. На самом деле, это все ерунда. Мы сегодня решили составить хит-парад самых тупых, самых дурных, самых таких, которые задолбали просто песен из реклам. Под ваши аплодисменты представляем вам этот хит-парад. Итак, 10 место. Музыку громче. Поехали. Аплодисментами давайте особо. А он еще на это деньги зарабатывает. Да, человек за это еще и деньги зарабатывает. Понимаете? Давайте аплодисментами. Это 10 место. Ретро такой вспомнили, старенького. Двигаемся дальше. Девятое место. Девятое место. Уважаемые покупатели. Региональная реклама. В эфире телепередачи «Шахки-шоу». И я, юбисменный ведущий, Николай Буговик. Шахка «Фомос» вас в любой мороз заберет. Верным другом будет вам всегда. Кто на «Фомос» к нам на «Фомос» не приедет. Отличные шахки. Тот не будет счастлив никогда. Вот такой человек. Аплодисменты. Девятое место. Отдали мы региональной рекламе. Не самое смешное, но мы будем двигаться дальше. Денис, ты видел, Денис? Он пригласил этого друга своего пригласил. Слышал? А мы уже перешли к восьмому месту, пока друг друга рассказывал. Восьмое место, как вы уже поняли, это недавняя реклама. Ну, в принципе, поехали. Слушайте текст. Вот такая реклама. Да-да, тоже люди не заморачивались с текстом. Жим-жим-жим. Жим-жим-жим у тебя? Это после второго номера у тебя. Жокер-шоу. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Давай тоже рекламу такую сделаем. Итак, беремся дальше под ваши аплодисменты. Седьмое место. Под ваши аплодисменты, как я сказал. Друзья, а его детям еще в школу ходить. Понимаете? Вы представляете, если одноклассники узнают, что батя у него вот такой человек. Это же ужасно. Потому что нам про Бена и фильмы из Германии придет. Да, фильмы из Германии, например, он бы так же рекламировал. Итак, беремся дальше. Шестое место. Поехали. Мне, кстати, кажется, что в следующем году на Евровидении она победит. Вполне возможно. Или вот этот человек сзади. Итак, пятое место. Двигаемся дальше. Были же сладки. Но теперь, видите, нам любовь не в порядке. С нами нам расстаться в миг настал. Ради улыбки я свечем не стал. Всех, кого достал этот человек, пожалуйста, прошу похлопать. Реально. Он же так радоваться жвачке, я не знаю, что это. Он же покурил что-то, а потом заживал и вот. Ну да, без... Вот, собственно, с таким лицом. Да, да. Двигаемся дальше. Какое у нас там место? Четвертое, да? Четвертое место. Здесь еще и клик. И вы думали, что все? Все? Вы правильно думали, все. Как вы помните, в оригинальном там еще продолжение было. Влад, привет тебе. Итак, тройка лидеров. Под ваши аплодисменты третье место. И если я не ошибаюсь, это... Снова региональная реклама. Что это? Скидки, вот такие веселые скидки в Арсенале. Аплодисменты. В футбольном клубе Арсенал, когда распродажа, Аршавина вот так продавали, мне кажется, по скидкам. Бум-бум, Манчестеря. Езжай в Анджи. Итак, второе место. И на втором месте человек, который привык быть на втором месте. Поехали. Что за соцчемпион? А? Вы знаете, что на концентрации я засусь Чупа-Чупс перед каждым выступлением. Потому что Чупа-Чупс содержит безусловный источник энергии для мозга. Чупа-Чупс, ты всегда со мной. Чупа-Чупс, ты всегда берусь с собой. Чупа-Чупс, ты для себя открой. Чупа-Чупс, он вкусный такой. А еще Чупа-Чупс содержит только натуральные ингредиенты. Это стопроцентное фруктовое удовольствие. Натуральная энергия для победы. Видите, работает человек. Что сосут чемпионы? Судя по последней репети, не это. После этой рекламы мы не должны выиграть. Мы станем чемпионами, а мы будем что-то сосать. Вы представляете, да? То есть вот этот человек был на втором месте. И на первом месте снова региональная реклама. Я просто ее обожаю. Там все есть. Там есть и суперрежиссура. Там есть и танцы. Там есть и песня. Там есть замечательные девушки. Смотрим. Первое место. Чрезвычайное происшествие. Фантастическое известие. Я первое увидела. Я первое заметила. Ты как-то мне все врешь. Такая-то просто вредная. Сама ты, Оля, вредина. Кто-то же платит за это. Это просто на нанере человек, который сказал, да я на пишу. У меня есть две сестры, я сейчас все на пишу. Нет, это такой, знаешь, слушай, да что мы будем кого-то нанимать? У меня камера дома валяется. Мы свадьбу на нее снимали. И вот у нас две девчонки. Они же, помнишь, в КВН играли в школе. Сам Дениский. Третий. Аплодисменты, друзья. Готовы? Готовы. У нас все готово? Да. А что у нас за конкурс? А конкурс у нас называется «Фактор страха». Что такое «Фактор страха»? Сейчас Джокер, тот самый Джокер, замечательный, выйдет на сцену и будет задавать нам вопросы. Мы поделимся на две команды по три человека и будем на эти вопросы отвечать. И те, у кого вопросы, о, ответы будут не смешнее, те будут выполнять определенные задания. Эти задания сейчас кто-нибудь, наверное, выведет нам на экран. Да. Вот такие штуки ужасные. Не вижу зажигалки. Все есть, все есть, все приготовлено. Вы понимаете, да, друзья, на что мы себя толкаем? Под ваши аплодисменты мы, собственно, сейчас потихонечку соберемся. Владислав, иди к нам, иди к нам, дорогой. За то, Влад, за то, что там реклама одна не целиком была. Давай, давай так, давай. Извините, что я к вам спиной. Давайте вытащим немного сюда. А ты, Оль, ставишь за стол. Вот туда. Так, я объясню, что это за наказание. Первое, это вот эта вот штука с зажигалкой, знаете, вот так вот, током, который бьем. Мочку ухом мы будем себе взять. Второе, это вот так вот скотчем, короче, вот так волосы выдирать. Третье, съесть вот лимон. Четвертое, это дезодорантом в рот пшикнуть. Да. Пятое, это одеть сковородку на голову, и те ложкой будет. Только это кастрюля. Сразу понятно, кто вас в семье готовит. Я жарю в сковородке. Шестое, прищепки, короче, ну, соски в тиски. Прищепки только там будут. Седьмое, это полотенцем вот так вот. Та-да. Ну и восьмое, самое лучшее, наверное, это выпить стопку. В нашем случае... Дорогие друзья, пожалуйста, смейтесь. Это реально неприятно. Кроме виски. Все, поехали. Вопросы? Вопросы. Объясняю. Оля сама придумала вопросы. Оля их задает сейчас. Мы пытаемся смешно на это ответить. Если не смешно, отвечаем. Оля решает, кто смешно отвечает, кто не смешно. Кто не смешно, выполняет одно из заданий, которое выбирает. Как я сказал раньше? А меня не было. Ладно, извините. А вот интересно, что будет, если я усну на пляже? Что будет, если Ольга уснет на пляже? Что будет, если Ольга уснет на пляже? Мы проиграли. Мы готовы. Только смейтесь. Пожалуйста. А вот интересно, что будет, если я усну на пляже? Ну, судя по нашему городскому пляжу, ты проснешься вся в бутылках пустых. Смешно это. Да, да, да. Проверенная штука. Еще раз можно вопрос? А вот интересно, что будет, если я усну на пляже? Ты проснешься вся в бутылках, потому что это же городской пляж. Это не честно же! Не покажут! Не покажут! Ха-ха-ха! Кто выиграл? Мы выиграли, они же повторили просто вопрос, ответ. Кто? Какая команда? Просто рукой. В твоем. Лимон будете есть. В твоем? У меня одновременно. Ты за один край кусаешь, я за другой? Ты это предлагаешь? Да, да, да. Нет, нет, нет. Это какое-то еще дополнительное наказание. Причем оно пожестче, чем лимон. Итак, под ваши аплодисменты. Ботичку приготовьте нам, ребят, сразу. А то мы сейчас здесь умрем, мне кажется. Ваше здоровье, друзья! Каплэ! Доедай! Вкуснявку! Нас такая! А есть еще лимон? Ну, пока ребята отходят, я думаю, мы дальше пока пойдем. Второй вопрос. Мальчики, как вы развлекаетесь в мороз? Мальчики, а как вы развлекаетесь в мороз? Ну, в мороз мы особо не развлекаемся. Так, в мороз немножко развлекаемся. Мальчики, а как вы развлекаетесь в мороз? Силой трения. Жена, хлопай грунче. Ну что, там соски в тиски. А кто, кто проиграл? Мы! Давай, 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 давай. Давай, давай. Ты нащупаешь сначала соски на этом теле? Тут надо хлопать. Нет, ты за соски, это просто... А, нет. Посмотри, он там в прищепке остался. Надевай, Валер, надевай, и до конца конкурса ты стоишь именно так. Поздравляю, Валер. Давай, давай, следующий вопрос. Фотографию можно с Валерой? Я отмечал. Давай, давай. Спасибо, Валер. Давай, следующий вопрос. Как вы думаете, как будет по-чешский перекресток? Как вы думаете, как будет по-чешский перекресток? По-перечню. Ольга, вы пока можете выбирать им наказание. И на этом время подошло к концу. А как будет по-чешский перекресток? Вы знаете, я недавно девушку бросила, поэтому... Можно мне вот это наказание? Нет. Сейчас очень надо. Все, Ольга, понятно, да, кто победил? Аплодисменты по вопросу и наказание у нас... Скотч. Скотч. Битки. Волосы где у тебя? Он же бреет. А, да, вон есть. Я ноги брею. Хочу сблизи посмотреть на твою боль. Приготовились? Давайте, подожди, давай барабанная дробь из аплодисментов. О, у нас же есть барабанная дробь. Ну как? Сама ты, Оля, вредина. Смотри, сколько по-моему сколько. Посчитай пока. Итак, следующий вопрос. Так, вопрос, не знаю, риторический, наверное, больше. Как вы относитесь к геям? Я готов. А, уже пробили. Уже из зала ответили. А как вы относитесь к геям? Положительно. Кобра-гей. А? Сахски-втиски. Это еще один будет ответ, да? Да, да, да. А как вы относитесь к геям? Вот с таким видом как я отношусь к геям? Нормально. Кому-то ты даже понравился уже. Ну, Кобра мне больше понравился. Так, и что же? Владу достанется. Ой, давай, ты за. Кастрюля. Кастрюля, Владик, давай. Я боюсь, она не налей. Давай, давай, я. Дай мне ложку. Она маленькая. Ничего страшного, поверь. Держи. Приготовились? Король, я буду готовить. Аплодисменты. Куху подставь хотя бы. Еще есть у нас вопросы, да? Еще один вопрос. Позвольте аплодисменты. Позвольте вопрос. Боже мой. Что сказать мужу, если вернулась в 4 утра и пьяная? Ты уверен? Я не хочу больше. Что сказать мужу, если вернулась домой в 4 утра и пьяная? Я обещаю, мы там на сушилке были. Что сказать мужу, если вернулась в 4 утра и пьяная? Наливай. Знаю, Андрей, он нальет, да? Да, еще разочек. Что сказать мужу, если вернулась в 4 утра и пьяная? Алло, скотина, а ты почему не дома? Где ты шляешься, я не пойму, а? Нажрался опять, я здесь с детьми сижу. Ну, давай, решай. Я? Пести. Да нет! Вот так они проиграли. А для меня на самом деле это наказание. Отметим поражение. Мам, Оль, я на машине вас не повезу. Это не для тебя наказание. Пойдем пешком. Вот здесь сейчас лимончик бы пригодился. Скотчик закусывай. Итак, ваши аплодисменты, друзья, нашему Джокеру. Нам тоже старались, как могли, насколько это возможно. Итак, уважаемый Джокер, не уходит он, естественно, получает подарки от Джокер Шоу и от магазина Эльдобатэ. И мы сейчас все вместе посмотрим, как же отценить жюри. Ой, им понравилось! Понравилось. Что? Ничего себе, им понравилось. 3-1, да? Что? Не за бой? Что? За бой! За соски! За соски? За соски! Это какой-то лозунг! За бой! За соски! Это лозунг ЛДПР, мне кажется. А вы что? За бой! За соски! За жириновского! Ну давайте, мы сейчас хотим вам сказать одну, наверное, приятную новость. Сейчас будет 15-минутный перерыв, в котором вы можете пойти куда-то там, посмотреть, какой замечательный гонюн, да, по-кулить, можете что-нибудь заказать на столик. Вашим 15-минутный перерыв не раз... Дальше! Да! Продолжение следует...